В условиях кризиса сохранение работы для людей становится делом жизненно важным. Правительство России разработало план мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Госказна готова выделить регионам субсидии. Сейчас оговаривается сумма в 50 миллиардов рублей. Субъекты же обязаны предоставить специальные программы. Документ должен в будущем пройти экспертную проверку на всероссийском уровне. Сегодня представители Республиканского комитета занятости встретились с работодателями. По словам руководителя ведомства Ларисы Кабуловой, массовые сокращения в Северной Осетии пока не стали нормой. Зарегистрировано порядка 400 человек, ушедших в отпуск без содержания. Но цифра не окончательная. Вполне возможно, она достигнет тысячи. Чиновники отмечают, при формировании документа нужно учитывать и специфику региона. В разном регионе разная ситуация. Документы один и тот же по всей Российской Федерации. Эта программа должна быть одинаковой работой. Не делают, чтобы отразделили, что в Осетии вот так, а в Красноярском крае вот так. Федеральное правительство предлагает содействие по четырем направлениям. Они могут выделить деньги на обеспечение временной работы тех, кого отправили в отпуск без содержания. Правда, сумма предлагаемой зарплаты равна прожиточному минимуму 7800 рублей. Согласятся ли квалифицированные сотрудники. Работать за такие деньги никто не может сказать точно. Но это пока единственное предложение. Терять своих специалистов никто не хочет. Но в условиях сокращения объемов производства такие непопулярные меры неизбежны. «Что греха таить, в настоящее время это не зарплата и не деньги. При таком резком скачке цен, и неимоверно растут цены, вы знаете, все буквально цены. Поэтому, но, вместо того, чтобы вообще без средств существования люди были, все-таки это какая-то помощь есть. Неплохая, конечно, небольшая сумма, но, во всяком случае, каким-то образом, ну, будем думать, чтобы сохранить коллектив, используя вот эту вот доплату. Я думаю, это все-таки есть помощь в этом». Комитет по занятости в рамках программы также может оплатить стажировку или переподготовку сотрудников. Помогать будут и молодым предпринимателям, работающим в социальной сфере. Им обещают выдавать гранты. И, наконец, содействие в трудоустройстве инвалидов. Сохранение их мест, а также создание новых тоже берет на себя государство. В течение месяца Северная Осетия должна разработать свою программу. Если ее одобрят федеральные власти, республика получит необходимые деньги. 95% из общей суммы на стимулирование занятости населения выделит федеральная казна. Еще 5% должна найти республика.